25 глава 2 книги Паральпоминон Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, не должны быть умершляемы отцы за детей, и дети не должны быть умершляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть. 26. И собрал Амаси иудеев, и поставил их по поколениям под власть тысяч начальников и сто начальников, всех иудеев и вениаминтян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. 27. И еще нанял из израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра. 28. Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами со всеми сынами Ефрема. 28. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. 29. И сказала Амаси человеку Божию, что же делать со ста талантами, которые я отдал войску израильскому? 30. И сказал человек Божий, может Господь дать тебе более сего? 31. И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. 31. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. 32. А Амасия отважился, и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира десять тысяч. 33. И десять тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и не зринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. 34. Войско же, которое Амасия тослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифрона, и перебило в них три тысячи, и награбило множество добычи. 35. Амасия, пришедший после поражения Эдумиян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им ходил. 36. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему, — Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? 37. И когда он говорил ему, царь отвечал, — Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. 38. И перестал пророк, сказав, — Знаю, что решил бог погубить тебя, потому что ты сделал сие, и не слушаешь совета моего. 39. И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иоуева, царю израильскому, сказать, — Выходи, повидаемся лично. 40. И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, сыну иудейскому, сказать, — Керн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать, — Отдай дочь свою жену сыну моему. 41. Но прошли и звери дикие, которые на Ливане, и стоптали этот терн. 42. Ты говоришь, — Вот я побил и Думиян, и вознеслось сердце твое до тщеславия, сиди лучше у себя дома. 42. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и иудеи с тобою. 43. Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. 44. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вевсамисе иудейском, и были разбиты иудеи-израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. 45. И Амасию, царя иудейского сына Иоаса, сына Иохазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вевсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на четыреста локтей, 46. И взял все серебро и золото, и все сосуды, находившиеся в доме Божьем у овет Едома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. 47. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, царя Иохазова, и жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иохазова, царя израильского, пятнадцать лет. 48. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских, и после того времени, как Амасия отступила от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лохис, и послали за ним в Лохис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Продолжение следует...